Привет, меня зовут Михаил. Как Валентин уже сказал, я работаю в Huawei инженером. Я работаю в группе речевых технологий. В этом году мы занимаемся синтезом речи. Я расскажу кое-что о нашем опыте, что я думаю о состоянии синтеза речи сегодня. Сейчас будет пара дисклеймеров. Изначально у меня была довольно большая презентация, которая называлась что-то из серии Neural TTS in 2019. В общем, я подсократил, структурировал. И теперь, в общем, лейтмотивом этого доклада будет попытка ответить на вопрос, нужно ли сейчас в 2019 году знать хотя бы что-то помимо глубокого обучения, чтобы сделать успешную систему синтеза речи. Ну, как бы тут название спойлер. В общем, и так все понятно, к чему я веду, но, в общем, конкретно я объясню, в каких случаях просто дипленинга быть недостаточно. Три части будут в докладе. В первом я дам короткий, ну, на самом деле не настолько короткий, но, по возможности, короткий ликбез о том, что такое речь, как речь воспринимается человеком, как речь порождается, согласно наиболее популярной модели, и какие признаки используются в обработке речи. Если кто-то речью занимался, им все это будет знакомо. Вот. Потом я расскажу, почему дипленинга достаточно для того, чтобы сделать систему синтеза речи, а затем я расскажу, почему недостаточно. Или может быть недостаточно. Вот. Ну, вначале я начну с грустного. В общем, прошлый доклад был про юмор, а этому человеку, вот, сейчас не до смеха. Это очень заслужен человек, кетчи такуда. В общем, в 2019 году, вот, буквально на прошедшей сентябре конференции Интерспич, вот этому замечательному заслуженному человеку вручали медаль. Медаль за заслуги перед сообществом речи. И, значит, он начал рассказ с того, что я с конца 80-х годов занимаюсь речевыми технологиями. Вот я делал вакодеры, еще когда вот никто не делал вакодеры. И вот у нас что-то получалось, что-то не получалось. Я очень много сделал. И ближе к концу он сказал, а потом в 2017 году пришли люди из DeepMind, сделали WaveNet, сделали Токатрон, и оказалось, что все, что я делал, в общем, больше никому не нужно. Вот. И вот этот проиллюстрировал, вот с абсолютно японским самурайским хладнокровием, перефразировал знаменитую фразу Фредерика Еленика про лингвистов. Не знаю, кому-нибудь она знакома или нет среди лингвистов. Она так вот в ходу. Каждый раз, когда я увольняю лингвиста, качество распознавания речи улучшается. Это знаменитая фраза, которую Еленик сказал в 80-е. Ему ее долго припоминали, он потом за нее оправдывался. Говорил, что многие мои друзья лингвисты, люди, которые постарше, знают всю двусмысленность этой фразы. И Токуда говорит, что вот, наверное, пришло время сказать, что каждый раз, когда я увольняю, ну, некто, менеджер увольняет специалиста по речевому синтезу, качество речевого синтеза улучшается. Вот. Непосредственно после этого доклада началась секция по синтезу речи. Она началась с того, что да нет, 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 мы еще покажем, кто дома хозяин. Но как-то остаточек остался. И раз уж такой значительный человек это говорит, значит, что-то в этом, безусловно, есть. Ну вот, как я обещал, начну с того, что начну с короткого такого рекапа, или там, не знаю, может, для кого-то будет нового, для кого-то не будет нового, что такое речь. О чем мы говорим, какие признаки там используются. Такая база. Ну, для тех, кому совсем ничего не знакомо. Как правило, когда мы говорим об обработке речи, все представляют себе вот эту вот картинку наверху. Это осциллограмма. Она показывает либо зависимость звукового давления от времени, либо зависимость, там, не знаю, громкости сигнала от времени. В смысле, уровень сигнала от времени, если он уже записан с микрофона. Вот. И, как правило, мы представляем себе вот это вот. Там во всех, не знаю, в каком-нибудь Adobe Audition вы увидите это вот на логотипе. На самом деле, наш слуховой аппарат человеческий, наш среднее ухо, звук воспринимает не так. Звук она воспринимает примерно таким образом, который соответствует картинке посередине. Что здесь изображено? Ну, если начинать, если я уж начал с психоакустики, с того, как человек слышит речь, то устроен примерно так. У нас в голове, в среднем ухе, во внутреннем ухе, расположена так называемая улитка. Это такой орган, в котором расположены рецепторы, каждый из которых реагирует на определенный диапазон частот. То есть, по сути, наше внутреннее ухо устроено как спектроанализатор. И спектрограмма — это результат работы подобного спектроанализатора во времени. Как это устроено? Мы берем, например, какой-то короткий промежуток. Здесь длинный промежуток, ну, допустим, это был бы короткий промежуток от 10 до 30 миллисекунд на осциллограмме и делаем в нем обычное преобразование фурье, быстрое преобразование фурье. Получаем картинку внизу. А потом мы продолжаем делать это с некоторым временным сдвигом, сдвигаем, делаем фурье, сдвигаем, делаем фурье, сдвигаем, делаем фурье, ставим их встык и амплитуду обозначаем цветом и получаем вот такую красивую картинку. Надо понимать, что эта картинка — это вот такие поставленные друг рядом с другом срезы. Про эту картинку, ну да, сначала оговорюсь, почему я сказал 10-30 миллисекунд. Согласно психоакустическим данным, события акустические, которые короче 30 миллисекунд, человек просто не слышит. Поэтому отсюда берется предположение о том, что 10-миллисекундные отрезки мы можем считать, на них мы сигнал можем считать медленно меняющимся или стационарным. Это называется квазистационарность. Это первый момент. Второй момент. Глядя вот на этот спектр, мы увидим, что у него есть совершенно очевидный синий тренд. Вот, вот это вот синяя огибающая. А настоящий спектр — это вот эта вот оранжевая кривая, которая выглядит так, как будто мы на этот синий тренд наложили еще вот такие вот пики, периодически повторяющие, и шум. В действительности известно, что для восприятия речи, грубо говоря, два гласных звука, отличаются центрами и шириной вот этих вот полос усиления. Первый, второй и третий. Если, не знаю, среди вас есть люди, кто занимался, среди вас, например, лингвисты, это вот то, что в самом начале им рассказывают. Вот, а в остальном мы можем видеть, как по осциллограмме, так и по спектру, что сам спектр, он довольно сильно коррелирован. То есть два соседних спектральных отсчета, они обычно, ну, мы не видим здесь больших скачков. Вот мы видим тренд, и в пределах этого тренда некоторые колебания. Вот, то есть как бы в этом смысле спектр является немножко избыточным. Это важно для дальнейшего рассказа. Собственно, мы могли бы в речи просто взять и пользоваться спектром, ну, полным спектром, да. Использовать его в качестве признаков. Как в распознавании речи, например, когда мы хотим по спектру предсказать фонему, так и в синтезе речи, когда мы по этому спектру, например, хотим получить осциллограмму, и получить вот эту вот волну. В действительности нужно учить еще пару фактов. Во-первых, человеческий слух специфичен тем, что мы, люди, воспринимаем звуки логарифмически в нескольких, причем сразу в нескольких моментах. Человеческое ухо, оно нелинейно в своем, в том, что называется разрешение по частоте. То есть, грубо говоря, если звук 10 и 20, не знаю, 100 и 200 Гц мы различаем хорошо, то звук в диапазоне 1100 и 1200 Гц нам покажется одним и тем же. Эту частоту практически, разницу в этих частотах мы практически не слышим. По этой причине была выдвинута идея о том, что давайте тогда, чем нам анализировать весь спектр, давайте в этом спектре выделим критические полосы и в пределах этих критических полос просто будем усреднять вот эти вот спектральные отсчеты. То есть, ну вот здесь, например, в этой полосе усредним, в этой полосе усредним, в этой полосе усредним. А поскольку разрешение по частоте падает с ее ростом, то получается, что широты вот этих вот диапазонов усреднения у нас будут увеличиваться. Подход, в котором мы поступаем так со спектром, то есть получаем некоторое подмножество коэффициентов из исходного спектра называется, в зависимости от того, по какому закону мы располагаем вот эти вот фильтры, я скажу про два подхода, центры вот этих вот треугольных фильтров, это либо называется мелочастотные спектральные коэффициенты, либо баркчастотные спектральные коэффициенты. То есть, обычно их берется 40 или 80. То есть, вместо того, чтобы, например, брать 512 спектральных отсчетов, мы берем 80 или 40. В зависимости, ну вот эта вот шкала, как я уже говорил, центры могут быть расположены согласно разным законам. Есть мелшкала, есть баркшкала. Баркшкала – это такая табличка, когда-то психофизиологами установлена экспериментально, где эти центры должны находиться. Вот. И второй момент, что одно это усреднение, в общем, не избавит нас от того, что отчеты уже усредненные все равно будут коррелированы. Когда-то давно, когда эта мода пошла с распознавания речи, требовалось, чтобы HMM, GMM, ну, гауссовская модель с… скрытая марковская модель с гауссовским распределением, чтобы она хорошо работала, нам было необходимо, чтобы входные признаки были некоррелированы. И чтобы выходные… выход тоже был некоррелированный, чтобы матрица была диагональная. Оттуда пошла идея, давайте делать какое-нибудь декоррелирующее преобразование. Вот. И было установлено, что достаточно взять дискретное косинусное преобразование, не обязательно делать PCA, Достаточно дискретное косинусное преобразование, чтобы получить хороший такой вот декоррелированный вариант спектра. Ну, точнее, вот этих вот спектральных коэффициентов. И вот это вот такое представление называется male frequency capstral coefficients, мелкочастотные кепстральные коэффициенты, или barq-частотные кепстральные коэффициенты. Здесь есть вот страшное слово кепстр, оно нас смущать не должно, мы просто знаем, что оно берется как артефакт от того, что мы берем декоррелирующее преобразование. Ну и вот на этой картинке показана разница, что будет, если мы возьмем просто мелкочастотные спектральные коэффициенты, это выглядит почти как спектрограмма. А если мы сделаем декоррелирующее преобразование, это barq, но это неважно, если мы сделаем декоррелирующее преобразование, мы получим что-то такое невразумительное, мы только видим, что первый отсчет, кажется, отвечает за какую-то вот общую громкость. Вот, таким образом, вот что мы должны понимать. Есть два основных представления спектра, это кепстральная мелкочастотная MFCC, или с помощью спектральных вот этих вот усредненных отсчетов MFSC. Вот, это то, что мы должны знать про признаки и про восприятие. Теперь про речопроизводство. В речопроизводстве есть одна крутейшая, наиболее успешная модель, которой мы обязаны тому, как работают, тому, насколько эффективно работают вакодеры в наших мобильных телефонах. Это модель-источник-фильтр. Модель-источник-фильтр основана на двух предположениях. Первое состоит в том, что сигнал, речевой сигнал представляет собой свертку, в математическом смысле настоящую свертку, не то, что мы там в дипленинге, а чисто настоящую свертку, некоторого сигнала-источника, который ассоциируется с волной, сгенерированной нашей гортанью, и некоторого фильтра, импульсные характеристики некоторого фильтра, который в этой теории ассоциирован с речевым трактом. То есть все, что выше гортани, когда звуковой поток идет от гортани и выше, это работает как некоторый фильтр. И в этой модели, как правило, предполагается, что этот фильтр линейный. Когда говорится о линейном фильтре, имеется в виду, что выход этого фильтра представляет собой линейную комбинацию либо предыдущих отчетов, либо предыдущих отчетов и задержанных текущих отчетов. То есть он может быть либо рекурсивным, либо просто усреднять несколько отчетов задержанных. Вот. И в рамках модели источник-фильтр речевой тракт моделируется как такая вот, ну, в лучших традициях такой вот физики с сферическим конем, речевой тракт моделируется как труба переменного сечения. То есть вот у нас есть первое, например, сечение трубы это вот в районе гортани, дальше вот, например, где-то там в районе носоглотки, здесь вот где-то вот там в районе, где у нас там небо, ну и так далее. Вот. И в рамках этой модели получается очень интересное следствие, что сигнал на выходе вот здесь, где-то там у губ, представляет собой линейную комбинацию предыдущих выходов. Ну, физически это результат того, что волны, как бы вот волна, звуковой поток, он многократно переотражается. Вот он, часть ушла, часть отразилась, часть ушла, часть отразилась. Вот. И мы получаем вот такую вот формулу, согласно которой мы можем моделировать сигнал на выходе из голосового тракта. Вот. Вот эти вот коэффициенты называются коэффициентами линейного предсказания. И одним из следствий является то, что вообще-то, вообще-то, если бы мы знали эти коэффициенты, мы могли бы предсказывать сигнал, если бы мы знали эти коэффициенты и предыдущие отчеты сигнала, то мы бы могли предсказывать следующий отчет, вплоть до некоторой погрешности. Поэтому эти коэффициенты называются коэффициентами линейного предсказания. и это тоже дальше будет факт использоваться. Точнее, он будет использоваться еще не скоро. Сейчас мы поймем, почему нам вообще на все это может быть абсолютно глубоко фиолетово. Потому что наступил deep learning, unreasonable effectiveness, и вот это вот все, что нам позволяет вообще не думать о предметной области. Чтобы понять масштаб революции, которая постигла синтез речи в последние 3-4 года, можно примерно посмотреть на схему того, как синтез речи был устроен еще 10 лет назад. То есть это один из способов делать синтез речи, был еще конкретентивный синтез. Я сейчас говорю о том, который основан более близко к текущей deep learning парадигме, когда у нас есть генерация признаков и вакодер. То есть как это было устроено? У нас была сначала… на вход нам поступает текст. Этот текст мы сначала предобрабатываем каким-то нормализатором. Ну, например, там, не знаю, нормализуем все цифры, это и сейчас нужно. Нормализуем все цифры, а потом у нас какая-то фонетика работает, например, мы там должны написать транскрипцию текста. А после этого нам нужны эти фичи, полученные фонемы, преобразовать в фичи, которые будут хорошо предсказывать, хорошо работать с нашей скрытой марковской моделью. В силу того, что в скрытой марковской модели желательно иметь некоррелированные признаки, существовал крайне нетривиальный алгоритм отбора этих признаков, которые поступают из текстового модуля. И вот все вот это вот, генерация вот этого вот лейблинга, хороших признаков, текстовых признаков для HML, это была реально одна большая, была большая отдельная наука. Дальше, допустим, мы это сделали, мы это умеем. Включался второй модуль, который уже по тексту пытался предсказать либо то, что наверху, либо то, что внизу. Вот конкретно в данном случае предсказывались спектральные коэффициенты, производные их, вторые производные, период основного тона для того, чтобы хорошо предсказывать интонацию, и вот его тоже производные первая и вторая. После этого вот это вот предсказанное шло на вакодер. Вакодер примерно такой же, как вот в мобильных телефонах. Он работал без машинного обучения. Обычный такой вот алгоритм. Проблемой вот такой вот парадигмы являлось то, что звук свакодера, который возбуждался вот такими вот предсказанными признаками, был всегда очень плохой. Он был крайне ненатуральный. Он был всегда гарантированно не лучше, чем то, что вы слышите в телефоне. И в этом плане он, безусловно, проигрывал конкатенативному синтезу, который хорошо работал, если у вас есть, например, 80 часов речи. Вы просто хорошо все склеили из маленьких промежутков, и получалось очень натурально. И в 2016-2017 году все поменялось. Это один из двух главных героев этой революции – это вейвнет. Про вейвнет нужно понимать, что это вещь, которая возмутительно мало требует от… возмутительно мало и требования предъявляет к вашим знаниям в речевых технологиях. Вы не должны знать практически ничего. То есть единственное, что вам нужно знать, что речь – это одномерный сигнал. Речь – это одномерный сигнал. Что в речи вы можете предсказывать один сэмпл, один отсчет за проход, как это делалось, например, в каком-нибудь language modeling, да и больше, в общем-то, ничего. Более того, сама вот эта вот архитектура, идея с каузальной сверткой, так называемой, со сверткой с пропусками, делейтед конволюшн, то, что называется, была заимствована вообще из генерации картинок, из статьи «Пиксель-CNN», которую вот этот вот товарищ Ван Де Норт написал, кажется, годом раньше. Второй маленькой совершенно хитростью, которая шла из такого классического, из таких классических речевых технологий, являлось вот то, что называется сжатие по мю-закону. Сжатие по мю-закону — это второй результат нашего логарифмического восприятия. Интенсивность звука мы тоже воспринимаем логарифмически, мы не случайно измеряем интенсивность децибелами, потому что для нас важно, во сколько раз отличается звук, а не на сколько раз. Поэтому еще в очень старых телефонных вокодерах, если звук хотели сжать до 8-бит на отсчет, можно было действительно сделать это с неплохим качеством, то есть, грубо говоря, всего 256 состояний громкости можно было зафиксировать, но при этом не терялась разборчивость за счет того, что в низкой полосе интенсивности различалось больше уровней, чем в высокой. Вот это вот мю-закон. И, собственно, вейвнет, в котором и без того было 30 огромных блоков и огромное количество параметров, чтобы еще не увеличивать выходной слой, предсказывалось всего 256 уровней. Но зато вейвнет как бы не поскупился на частоту дискретизации и предсказывал более-менее такой высококачественный 16-килогерцовый звук, что фактически что означает? Поскольку вейвнет предсказывал один отсчет в секунду, то для того, чтобы предсказать одну секунду, нужно было сделать 16 тысяч проходов сети, вот этой вот 30-слойной сети со свертками. Это привело к тому, что вейвнет к моменту своего выхода был просто, ну как по-английски ridiculous, он был до смешного медленный. Через полтора года после того, как вышел вейвнет, его смогли разогнать до runtime factor 3. То есть для того, чтобы сгенерировать одну секунду речи вейвнетом, нужно было потратить 3 секунды времени на GPU, на P100, который к моменту выхода этой статьи еще не существовало. В самой статье по вейвнет ничего этого не было сказано, она вообще довольно выхолощенная. И все детали были раскрыты вот уже в последующей, где она была улучшена. Причем, да, не сказал один момент. Вейвнет технически не являлся вакодером. К моменту выхода статьи вейвнет не был вакодером. Я пишу, что это вакодер, это не совсем так. Вейвнет был полноценным end-to-end синтезатором речи. Как же, опять-таки, не совсем end-to-end. Фичами для вейвнета являлся все-таки текст. Но текст там дополнен, например, гласное, там, не знаю, О, с длительностями, с долями длительности. Вот. И вейвнет принимал не признаки, не спектральные признаки, а именно текстовые признаки. А вот вакодером вейвнет стал к моменту выхода Токатрон 2. Ну, Токатрон 2 вышел чуть позже, чем Токатрон 1, но обе эти модели занимаются генерацией признаков. То есть, если вейвнет это вакодер, то Токатрон это генератор признаков. Ну, то есть, еще раз, чтобы быть ясным. Это вот эта вот часть, соответствующая вашему модели, это вот эта вот часть. Токатрон это sequence-to-sequence модель. И Токатрон, и Токатрон 2. Токатрон 1, которая в случае с Токатрон 1 тоже отличается какой-то такой вот возмутительным отсутствием интеллектуального блеска. Фактически, в Токатроне был заимствован механизм attention из моделей для машин translation, то есть, для машинного перевода. То есть, теоретически, да, на этой картинке приводится то, как должен выглядеть, по идее, attention в генерации признаков. То есть, как бы мы для генерации спектрального, ну, одного шага, для генерации одного спектра, нам нужно attendиться, ну, примерно на одну графему, на одну букву. Но механизм attention для машин translation, как легко понять, теоретически-то может attendиться куда угодно. Вот. И в самой модели Токатрон это было никак не отслежено. Они очень старались, чтобы это получилось. Судя по всему, это было сделать непросто. Сама архитектура была довольно сложной и запутанной. В результате у них получилось это сделать, и они очень этим гордились. Вот. Автокатрон 2, механизм attention был дополнен. В нем появилась обратная связь. Это называется location-sensitive attention. И сама модель сильно упростилась. И, в принципе, стала обучаться гораздо более стабильно. Вот. В остальном Токатрон и Токатрон 2, ну, в принципе, как бы не особо отличаются. Что еще нужно понимать про Токатрон? В отличие от Вейвнета, Токатрон изначально был заточен на то, чтобы предсказывать сразу несколько выходов. Если Вейвнет предсказывал всего один, причем 16 тысяч раз, то Токатрон мог предсказывать сразу несколько, и поскольку каждый спектр, как я уже говорил выше, это примерно от 10 до 30 миллисекунд, вот этот вот алгоритм, эта сеть, которая ответственна за генерацию признаков, она не является узким местом, не может являться узким местом в ТТС-системе. Она работает довольно быстро. Ну и нельзя не упомянуть того, что, да, я сказал, что какой Вейвнет плохой, буквально через полгода появился параллельный Вейвнет, в котором путем knowledge distillation из Вейвнета оригинального, который поражал всех своим высоким качеством, действительно очень классным, удалось получить модель, которая не авторегрессионная, то есть она не генерирует сэмпл за сэмплом, а может генерировать параллельно несколько окон. Смешно, что в статье про Вейвнет как бы открыто говорится, что мы специально генерируем сэмпл за сэмплом, потому что иначе у нас будут клики, разрывы и все такое. Ну ничего подобного, через полгода проблема была успешно решена. За параллельным Вейвнетом последовал кларинет, который по сути то же самое, только там, где у параллельного Вейвнета используется в качестве выходного распределения смесь логистических мищеров Logistics. В кларинете использовалась юнимодальная Гауссиана, что значительно упростило формулы, значительно упростило обучение. А в остальном кларинет и Вейвнет абсолютно одинаковые, они оба основываются на дистилляции. Вот. И немножко особняком стоит чуть позже вышедший WaveGlow, который тренируется с нуля, ему не нужна уже обученная модель. А про WaveGlow интересно. Ну, к сожалению, за это, судя по всему, как пишут сами авторы, пришлось заплатить тем, что в ней намного больше, на порядок почти что больше параметров. Но это, кстати, не помешало WaveGlow стать очень успешной. Вот в индустрии, например, Тинькофф, команда речевая, команда Тинькофф, они вот говорили, что наш синтез построен на WaveGlow. И еще одна, как минимум, по слухам, компания крупная российская интернет тоже делает свой синтез на WaveGlow. Ну и нельзя не сказать про другую линию, которая существовала в вакодерах. Это рекуррентные вакодеры. То есть Наль Калехбренер, который вот работал изначально над вайвнетом, посчитал, что можно было бы попробовать его пожать и ускорить, не уходя от его рекуррентной или авторегрессионной природы. Эта статья интересна главным образом тем, как много триков было сделано для того, чтобы сделать ее более-менее быстрой. Вот. Там был достигнут значительный успех относительно вайвнета по скорости, но, безусловно, эта модель к моменту своего выхода уже проигрывала параллельным вайвнет. Но зато там были введены довольно интересные, ну, очень эффективные механизмы блочного прореживания, которое позволяло действительно сильно ускорить вычисление на GPU. Ну и, пожалуй, что с серверными архитектурами я закончил. То есть, что важно понимать, вот параллельного, ну, например, кларинета и токатрона абсолютно достаточно, или там, не знаю, в вейвглове и токатрона абсолютно достаточно для того, чтобы развернуть TTS-систему на сервере, если у вас есть GPU. Если у вас нет GPU, то вам придется, кажется, немножко откатиться назад и вспомнить все то, о чем мы говорили в первом блоке. В каких случаях у нас может не быть GPU? Ну, во-первых, у нас могут быть CPU-сервера. Ну, вот так получилось. Мы закупили CPU-сервера, на GPU у нас как бы нет бюджета или нам запрещают купить GPU-сервера по какой-то причине. Ну и второй случай, более важный, если у нас мобильный синтезатор. Если мы работаем на мобильном, у нас нет такого огромного, у нас нет таких огромных вычислительных мощностей, чтобы запустить там, например, WaveGlow. Да, на мобильном у нас повышенные требования к потреблению памяти, у нас процессор, у нас модель не может занимать, там, не знаю, гигабайты на диске. И в то время как Токатрон, в принципе, нас устраивает, он генерирует по несколько фреймов, сами фреймы достаточно длинные, с вакодером ситуация гораздо-гораздо сложнее. Непонятно, что с ним делать. Даже WaveRNN, который меньше, чем WaveNet по требованию памяти, и более-менее как бы был задуман как что-то быстрое, быстроработающее, на мобильном работать за нормальное время не может. И в восемнадцатом году вышла модель LPCNet, в которой как раз и были задействованы старые-старые DSP-шные классические подходы на основе линейного предсказания. Собственно, когда я говорил про коэффициенты линейного предсказания, я упомянул, что они используются в телефонных вакодерах. И эта техника была заимствована в LPCNet, который, кстати, тоже может работать как вакодер. В LPCNet идея состоит в том, что мы каким-нибудь способом, например, с помощью Токатрона, кстати, этого специально не говорится, ну, с помощью Токатрона предскажем, например, вот эти вот барк-кепстральные коэффициенты, а эти барк-кепстральные коэффициенты благодаря тому, что, ну, на самом деле, благодаря тому, что у нас линейный фильтр, можно пересчитать вот в эти вот самые LPC. Это известно из некоторой, ну, из некоторой общей теории цифровой обработки речи. Их можно пересчитать. То есть в этом смысле мы в некотором роде, делая два отдельных модуля для генерации признаков и вакодинга, делаем одну и ту же работу дважды. И в LPCNet мы от этого избавляемся. Мы предсказали барки, из этих же барков мы посчитали LPC, а потом эти LPC мы можем предсказать, использовать уже в вакодере. Казалось бы, ну, для того, чтобы это сделать, как вот следует из формулы, нам нужно знать... Нет, пожалуй, не из этой формулы, наверное, лучше вот эту покажу. Чтобы восстановить сигнал в том виде, в котором он был, нам нужно знать предыдущие отсчеты и нам нужно знать вот эту вот поправку. Как бы телефонный вакод устроен как? Мы отправляем поправку, и мы отправляем коэффициенты. И зная поправку и коэффициенты, мы восстанавливаем сигнал. Так устроен мобильный телефон. В синтезаторе эта идея рассмотрена как? Мы знаем LPC, мы их предсказали и пересчитали. А поправку мы тоже попробуем предсказать. А потом, зная LPC и поправку, предсказанную нашей сетью, мы снова попробуем восстановить наш звучащий сигнал речевой. В LPC нет два блока. Первый блок работает тоже на диапазоне 10-30 миллисекунд. Так называемая, не знаю, frame rate network. В ней пересчитываются LPC из входных признаков, и в ней считается такой вот специальный фича-вектор. И этот фича-вектор поступает на вход, как сказать, sample rate сети, той, которая заправлена запускается, как и в случае своей в Net, например, столько раз, сколько сэмплов мы хотим сгенерировать. Оригинальный LPC нет работал на 8 килогерцах, то есть 8 тысяч раз. С помощью этого вектора мы рекуррентно, это рекуррентная сеть, которая по этому вектору пытается предсказать сигнал возбуждения. А по сигналу возбуждения мы уже пытаемся с помощью LPC восстановить исходный речевой сигнал. Поскольку сигнал возбуждения маленький по амплитуде и, в общем, шумоподобный, в нем он мало коррелирован, мы можем предсказать его довольно простой сетью. В этом была изначальная задумка. Эта задумка действительно сработала. LPC нет очень маленький, в нем очень мало параметров. Порядка, по-моему, 800 тысяч параметров всего против десятков миллионов у WaveNet. И эта сеть работает очень быстро. То есть там, где мы говорили, что у оригинального WaveNet было 3.0 на GPU, а у LPC нет это 0.2 на CPU. Эта сеть отлично работает даже на мобильном. В ней как бы авторы старались из нее выжать максимум, и в ней тоже используется вот это вот 8-битное квантование. И когда мы с нашей группой стали работать на LPC нет, первое, что мы попробовали сделать, это, ну, нам показалось, что звучание этого вакутора все-таки похуже, чем у WaveRNN. И мы попробовали избавиться от 8-битного квантования. Мы решили, что если мы придем к 16-битам, то звук, может быть, станет лучше. На самом деле это почти не повлияло. Дело все-таки оказалось не в битности, но зато пытаясь избавиться от битности, мы пришли к тому, чтобы вместо того, чтобы предсказывать на выходе 251 из 256 классов, мы стали предсказывать параметры гауссовского распределения, то есть всего два значения, и из гауссовского распределения сэмплировать наш следующий отсчет. Это позволило нам предсказывать, во-первых, всего два числа, они один из 256 классов, и позволило нам избавиться от избавиться от имбеддинг-матриц, которые используются в оригинальном LPC-нете. Таким образом, в результате этой деятельности мы смогли уменьшить количество параметров почти на 50%, при этом еще и получив 16-битный, более качественный звук. А второе, что мы попробовали сделать с этой сетью, мы попробовали, так же, как это делалось в Текатроне, предсказывать несколько сэмплов, два сэмпла вместо одного. Казалось бы, это просто, потому что теория нам подсказывает, что сигнал возбуждения должен быть слабо коррелированным, и он действительно слабо коррелированный. Но, к сожалению, если просто заставить сеть предсказывать 4 выходных параметра вместо двух, качество резко падало, появлялось много шума, поэтому сеть нам пришлось расширить, и за предсказание двух сэмплов за шаг нам пришлось заплатить введением дополнительных слоев. Таким образом, мы рассчитывали на возможный спидап в 50%, но в итоге получили где-то порядка 20%. Но, тем не менее, наша доработка LPC-нета имеет как минимум три важных, безусловно, очень важных улучшения. Мы получили прирост производительности, очень, ну, скажем так, устойчивый прирост производительности 20-процентный, мы получили более качественный звук, и мы существенно уменьшили количество параметров, что оказалось важно для использования в мобильном телефоне, в мобильном синтезаторе. Как-то так. В общем, суммируя все, что я сказал, действительно, синтез речи существенно поменялся за последние годы. То есть, как бы, дипленинг в нем произвел переворот. И сделать систему синтеза речи, действительно, имея некоторый опыт, можно добиться работающего прототипа всего лишь за месяц на WaveGlow, например, и Токатроне. При этом, если у нас есть какие-то специфические требования, например, к производительности, нам придется немножко покопаться в старых учебниках и поискать какие-то альтернативы, чтобы вписаться в требования к железу. Ну и про будущее немножко скажу. Это не было в докладе, но сейчас research в области ТТС в основном сфокусирован на вот этот вот человек, о котором я говорю в начале, он тоже как-то сказал, что можно считать, что проблема синтеза можно считать, что она закончилась. Мы решили задачу синтеза речи. Все, больше нечего делать, расходимся. Но в действительности сейчас просто все идут на новый этап, хотят добиться эмоционального синтеза, чтобы чат-бот, например, мог с правильной интонацией реагировать на вопрос, с правильной интонацией реагировать на, может быть, вещи, которые нужно говорить каким-нибудь грустным голосом, веселым голосом. Все это пока на довольно примитивном уровне. Но я думаю, что это вот на горизонте трех-четырех лет будет работать совсем по-другому и будет работать круто. Спасибо. Все.